Хизбалла лишилась одного из своих ключевых боевых офицеров. Руководство группировки подтвердило сообщение о гибели в результате израильского авиаудара Виссама Ат-Тавиля, командира спецподразделения Радуан, элиты ливанских боевиков. Именно он отвечал за боевые действия против Израиля после начала войны 7 октября 2023 года. Основной задачей Радуана являются диверсионные действия на территории Израиля. При подготовке боевиков отрабатываются нападения с целью захвата населенных пунктов севера Израиля, прежде всего в Верхней Галилее. Структура была создана при непосредственном участии спецназа КУЦ, иранского корпуса стражей Исламской революции. Именно это подразделение было ответственно за диверсию на границе Израиля в июле 2006 года, которая привела ко Второй Ливанской войне. Правда, тогда оно существовало под другим названием. По оценкам экспертов, Радуан насчитывает около 2,5 тысяч боевиков. Отряд разбиты небольшие группы, действующие автономно и базирующиеся в шиитских деревнях на юге Ливана. После начала войны между Израилем и Хамасом Хизбалла перебросила часть отряда Радуан из Южного Ливана на сирийско-израильскую границу. После сообщения о гибели Виссама от Тавиля территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны Хамаса, что может говорить о координации действий между палестинскими и ливанскими террористами. При этом Вашингтон не оставляет попыток погасить пламя конфликта на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен успел пообщаться почти со всеми ключевыми игроками в регионе перед визитом в Израиль. Причем очередность визитов была выбрана не случайно. Многие арабские государства, в первую очередь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, также оказались в сложной ситуации. С одной стороны, в арабо-израильском конфликте они традиционно поддерживают палестинцев, но с другой находятся в конфронтации с Ираном, который поддерживает Хамас и другие палестинские вооруженные группировки, а также полностью спонсируют Хизбаллу. И прежде всего, Вашингтон явно хотел заручиться поддержкой именно стран-противников Тегерана. Но публично Блинкен проговорил именно то, чего от него ждали. «Слишком много палестинских мирных жителей страдают от недостаточного доступа к еде, воде, лекарствам и другим предметам первой необходимости. Больше всего дети. Мы продолжаем поднимать вопрос перед Израилем о необходимости сделать все возможное, чтобы облегчить предоставление гуманитарной помощи в газу. И я сделаю это, когда снова буду там». Госсекретарь в очередной раз обозначил позицию Вашингтона. Для США неприемлемы варианты, при которых Израиль может удерживать сектор газа под своим военным контролем сколько-нибудь продолжительное время. Блинкен также отверг идеи некоторых правых израильских политиков о переселении жителей газа в другие арабские страны. Но при этом глава Госдепа также дал понять арабским партнерам – безопасность Израиля должна быть гарантирована. «Поскольку Израиль переходит к этапу меньшей интенсивности своей военной операции на севере сектора газа, организация объединенных наций также может сыграть решающую роль в оценке того, что необходимо сделать, чтобы позволить перемещенным палестинцам вернуться домой. Палестинские гражданские лица должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия. Их нельзя принуждать покинуть сектор газа. Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы сектора газа. Эти заявления безответственны, они носят подстрекательский характер и только усложнят обеспечение безопасности будущего сектора газа, возглавляемого палестинцами, в котором Хамас больше не будет контролировать ситуацию, а террористические группы больше не смогут угрожать безопасности Израиля». Но все арабские партнеры США требуют от Вашингтона одного – добиться прекращения огня в Газе, чего Израиль делать не намерен до полного достижения своих заявленных военных целей, главный из которых – полное уничтожение Хамаса. Таким образом, перед госсекретарем США стоит очень сложная задача – убедить страны региона не вступать в конфликт, не выдвигая при этом жестких условий Израилю. Но и в Эр-Яде, и в Абу-Даби, и в Дохе, и в Амане ему ясно дали понять, что прежде всего ожидают полного прекращения израильской военной кампании в секторе Газа. А король Иордания Абдалла II буквально сразу после того, как Блинкин покинул Амман, заявил, мир будет возможен только после создания палестинского государства. В Газе за последний год погибло больше детей, чем во всех других конфликтах в мире. Из тех, кто выжил, многие потеряли одного или обоих родителей. Целое поколение сирот. Как могут неизбирательная агрессия и обстрелы принести мир? Как они могут гарантировать безопасность, если строятся на ненависти? Без справедливого мира на основе решения о создании двух государств мир продолжит платить высокую цену за неспособность разрешить этот конфликт. И мы никогда не узнаем истинного мира и стабильности на Ближнем Востоке. На этом фоне переговоры с израильским руководством также выглядят почти безнадежными. Несмотря на то, что Израиль вынужден учитывать мнение Вашингтона, так как без поддержки США еврейскому государству очень непросто будет обеспечить собственную безопасность, в одном в Иерусалиме не готовы идти навстречу ни Белому дому, ни тем более другим представителям мирового сообщества. Хамас должен прекратить свое существование. И пока этого не произойдет, война не закончится. Единственный шанс для американской дипломатии, по мнению аналитиков, в том, чтобы убедить арабские страны в необходимости противостоять не Израилю, а Ирану, который является главным выгодополучателем от нынешнего конфликта и который, если не является непосредственным зачинщиком войны, то как минимум обеспечил ее ведение со стороны как палестинских террористов, так и ливанской хизбаллы и еминских хуситов. Все они либо полностью, либо по большей части финансируются Тегераном. Эти нападения хуситов наносят ущерб людям во всем мире, больше всего самым бедным и наиболее уязвимым группам населения, в том числе в Йемене, в том числе в секторе Газа. Именно поэтому Соединенные Штаты начали операцию «Страж процветания» вместе с более чем 20 странами, чтобы защитить безопасность коммерческого судоходства через Красное море. Именно поэтому более десятка стран ясно дали понять, что хуситы будут нести ответственность за будущее нападение. Вашингтон всерьез опасается, что война Израиля и Хамаса может перекинуться на весь регион. И предотвращение дальнейшей эскалации – главная цель миссии Блинкина. О прекращении войны речь, судя по всему, не идет. Израиль настаивает, что конфликт может продлиться долгие месяцы. Владимир Уданянц, 9 канал.